Доброе утро! Мы по-прежнему на Сейшелах, и наш отдых еще пока не закончился. Живем в хорошем отеле, который 5 звезд, ну, как это обычно бывает, что там 5 звезд. Бассейн, халат, всякая такая ерунда, и можно выбрать разный уровень сервиса. Сауна, да, конечно, сауна. Сауна, спа, все это есть. Вот, разный уровень сервиса. То есть, если, например, мы взяли номер за 300 евро, ну, 308, по-моему, там у нас комната, я вчера показывала, да, то есть тут номера в два раза дороже, за 600, и отличаются они тем, что у них тут есть свой бассейн. Я вот специально подошла к такому номеру, вот он. Он выглядит, в принципе, как бунгало на воде, только без воды. То есть, если вот на Мальдивах точно такой же номер, и дальше ты спускаешься, и оказываешься в океане, и можешь стоять и рыбок смотреть, то тут вот этого нет. И вот такой номер 600. Поэтому, если бы я, например, выбирала на Мальдивы поехать, там за 600, и смотреть рыбок, или здесь вот просто в своем бассейне купаться, то я бы выбрала Мальдивы. Но, с другой стороны, здесь все как-то безлюдно, попроще как-то, вот, ну, даже по сравнению, например, с завтраком, да, на завтраке здесь как, никаких таких вычурных чего-то такого нет, ну, никакой там в высокой кухне точно уж нет. Обычную яичницу пожарили нам, фрукты порезали. Притом, это не так, что ты можешь подойти и набрать сколько хочешь. Мне так и не надо, потому что еще на это наберу больше, чем надо. Но факт вот, что это не так, как в Турции, кто привык отдыхать, да, что там шведские столы набирай сколько хочешь. Нет, такого нет. Там есть что-то, что можно вот взять, например, свободно, яблоко, да, лежит, или там сосиски можно взять, там, с элементами шведского, с халаевского, вот. Но не так, что прям такое разнообразие. Не сравнить там, например, если в Пекине какие-то звездочные отели, насколько там можно, например, вкусно покушать на завтра. Как там еще пакеты лежат, что можно с собой набрать. Тут, конечно, такого всего нет. Ну, что я хочу сказать. Погода прекрасная, ветер улегся. На пляж сейчас народу нет. Вот вчера было воскресенье, и пляж был усыпан местными, сейчас никого нет, народа вообще у нас в отеле мало. И вообще я так поняла, что на Сейшелах сейчас народу очень мало. Одни русские, или я бы сказала преимущественно русские, то есть русскоязычные, потому что их не выяснишь, пока паспорт не увидишь. Я вот смотрю, говорят по-русски, а стоишь по гран-контролю, и синие паспорта, то есть украинцы. Вот, и получается, что в основном здесь отдыхает русскоязычная. Публика русскоязычная, вот так я могу сказать. Может быть, европейцы боятся коронавируса, наши более такие рискованные. Ну, а может быть, это курорт такой. Потому что я замечала, что по курортам как-то распределены, вот прям вот есть как бы немецкие курорты, там американские курорты, российские курорты, даже в одной и той же стране, например, во Вьетнаме. Вот, и что я еще хочу сказать? Хочу сказать всем хорошего настроения. У нас здесь плюс 27, смотрю, в России, плюс 34. Терпите, уезжайтесь. Всего доброго, хорошего дня.